Что мы получили от политиков, от этой партии жуликов и воров? Отбирают отцов у маленьких детей, отправляют в казарму. Молодых ученых, аспирантов отправляют в казарму. Родители, инвалиды, лежачие бабушки, дедушки остаются без помощи, потому что их единственных кормильцев насильно отправляют в казармы. Сейчас добрый президент уменьшил число призывников. Для того, чтобы было меньше несчастных семей, для того, чтобы было меньше недовольных, мы не верим этой власти, поставим на ней большой жирный крест. Спасибо, Валентина Дмитриевна. Друзья, будем сейчас понемногу уже завершать наш митинг. У нас наши коллеги провели голосование, но не вся площадь смогла в нем принять участие, но довольно много народу. Вот видите, третьих ящиков, если вам видно. Значит, было предложено три варианта присутствующих. Первый вариант. Кто готов голосовать за партию «Единая Россия» партию воров и жуликов? Ура! Два. Нашлось, правда, почему-то крест стоит, но будем считать, что за них. Второй вариант. За любую другую партию, кроме партии воров и жуликов. Вот второй ящик. Все прозрачно. В отличие от Чуровских, у нас прозрачные урны. Двадцать три человека. И те, кто против «Единой России» партии воров и жуликов и ее марионеток и сателлитов. Сейчас, если не уроню. Сто восемьдесят... Сто восемьдесят восемь человек. Подавляющее большинство. В «Новой газете» было голосование на сайте на днях. Там около девяти тысяч проголосовало. Сорок процентов. Подавляющее большинство. Остальные разделились. Но наибольшая поддержка получил вариант «Голосуй против всех». Это читатели «Новой газеты». Дорогие друзья, нам сейчас надо уже... Я уже говорил о том, что наш митинг – это не разовая акция. Мы начинаем сегодня пятинедельную кампанию, общероссийскую, по всей стране, поставив крест на воровской власти. И мы предлагаем от оргкомитета митинга принять резолюцию сейчас митинга, обобщив все выступления, которая будет, собственно говоря, сквозной резолюцией для этой кампании по всей стране. Позвольте мне ее зачитать. Резолюция общегражданского митинга 22 октября 2011 года. Поставим крест на воровской власти. Москва. Авторитарный режим во главе с Путиным и Медведевым взял открытый курс на окончательную узурпацию власти в стране и бессрочное удержание власти в своих руках. Растоптана Конституция. Попраны права и свободы граждан. Уничтожены честные и свободные выборы. Народ лишен власти. Место выборов занял постыдный фарс с заранее известными и спланированными результатами. Преступная власть превратила выборы в кавычках в одно сплошное преступление. В ход идут все возможные методы фальсификаций, манипуляций, запудивания и принуждения. У народа отобрано главное право. Право быть единственным источником власти в стране. Миллионы граждан России не признают и никогда не признают антиконституционную власть узурпаторов. Власть избранная в кавычках в ходе голосования.